У вас картинка встава и не двигается? Нет, это у тебя картинка встава и не двигается. У нас всё, что встава, всё двигается. Сыскиваем и вставлять не будем. Это игра с максимальным реализмом. Здесь... Как играть без телепортов? Здесь есть коневодство. Ты ловишь коней, скрещиваешь, получаешь коня высокого грейда, который быстро бегает. Разработанный в закромах производителей корпусов. Напихав туда всю возможную крутую начинку от компании MSI и AMD, мы создали для вас этот гений инженерной мысли. Сегодня вы видите лучшую MMORPG практически, возможно, Black Desert на максимальных настройках благодаря этой самой прекрасной конфигурации. Процессор AMD Ryzen 1700X. 7 Ryzen 7700X. Видеокарта Vega. AMD Radeon. AMD Radeon. RX Vega. 64. Оперативная память Corsair Vengeance. И, конечно же, работники компании MSI поставили туда прекраснейшую материнскую плату. Какую? Не помнишь? Не помню. X370 Gaming Pro Carbon. Скачки БДО. Вон, заходите на канал Растафари. У него там есть все ссылки. Айма Растафари. Айма. О, простите меня, о великий. Обижайся. Вообще, да, там у нас стоит Mystic Light. И оперативка, и материнская плата, и все. А что такое не стеклать? Но просто ты мне дай хоть на один вопрос ответить, потом я перейду к другому. Эй, это наш кулер. Человек-супермен. Уху! Да скорее на One Punch Man. Ты сделал One Punch Man. Поздравляю. Только сейчас до меня это дошло. Это One Punch Man. Нужно было так называть. Да. Я знаю только то, что ее вчера анонсировали, привезли к нам в офис. Я дал ребятам, давайте быстро, ребята, делайте тест. Они быстро сделали тест. Я сделал пост в ВК. И все. Я сказал, ребят, ничего не знаю. Я завтра эту видеокарту вставляю в наш корпус, и мы на ней стримим. Все. Зачем я взял этот квест? Поэтому, ребят, ответственность вся лежит на нас. Хотел свалить на других, но по факту нет на нас. Ради халявы. А я им дал ее. Я дал им материнку. Вот то же самое примерно будет на Игромире. Но там будет далеко не материнка. Ну будет, а возможно и материнка в том числе. Война, что ты мне говоришь? Там предмет будет, наверное, раз в 50 дороже материнка. Предметов. Предметов, Вася. Там, возможно, будет и не только один предмет, Вася. Это Игромир. Мы к нему идем от года в год. Как минимум, там будет много всяких брелочков, наклеечек. Так что предметов точно будет много. Я бы еще постримил. Честно, вот эту игру я бы постримил много. Я раньше ее марафонил сутками, поэтому я готов. Ну как бы, ну как ты себе это представляешь? Берешь Вегу Сквадрон, берешь ноутбук. Сквадрон? Ой. Команду. Просто Вегу. Все. Все. Не, нам можно рекламировать Сквадрон. У нас как бы, мы с ними сотрудничаем. Так что RGB, DDR4, 4 плашки у нас стоят по 8 гигабайт. Знаешь, вот в Доте есть персонаж Винга. Вот я истинный фанат Лола. Я не знаю, как в Доте называются персонажи, понимаешь? Ну как их зовут, я не знаю. Вот мы тут, с тобой как огонь и вода. Вега 64 будет стоить 650 баксов. То есть в приводе это на наши деньги, на наши российские, так сказать, доллары. Ну на счете умножаешь? Это примерно 50 тысяч рублей. То есть можно сказать то, что примерно эта сборка стоит 135 тысяч рублей. Ну как бы, что так сложно, Артем? Вот я новичок, как я могу в эту игру играть без доната? Ты можешь открыть мои старые гайды на ютубе. Как я тебя ненавязчиво направил? Понять, что они уже не актуальны, хотя в чем-то информация еще сходится. Чипсети в 270-м и на X299-м у нас стоит, если мне не изменяет память, то же X-Power Gaming Titanium. Мне лошади надпись понравилось. Паркинг. Да, так и есть. Ну припарковал лошадь, а права где получилась? Такой вариант есть. Ты, по-моему, вообще все скиднул уже. Манимен предлагает скрещивать лошадей. Давайте скрещивать лошадей, к сожалению, этот процесс не виден. Этот процесс не показывается, ты просто отправляешь двух лошадей. Подожди, Артем, а что значит, к сожалению? Ну, чтобы Манимен мог этим насладиться, к сожалению, мы показать этого не можем. Если вы все же везете веги в РФ, то когда их приблизительно ждать? When it's done. Как только так сразу. Так что, ребят, все зависит от вас. Если вы хотите больше контента, если вы хотите больше, я не знаю, игр и просто хотя бы наблюдать на нас таких. На нас? На нас. На ананас. Ананас. Вот. То подписывайтесь, зовите своих друзей именно на Twitch-канал. Он делает еще вот так. Абсолютно. Я думаю, что-то не надо. Камеру показывает. Конечно, я огур, камера. Вот. Нет. Ты что? Какая жена будет у вас на вегу? И он еще говорил вот так вот. 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 Мы заговорили об итальянском. И в принципе, вы знаете, вот то, что мы сейчас делаем, это как начало анекдота. Собрались хохоу, грек и итальянец постремить в тайваньской фирме. Нормально. Нормально, Вася. Ты как всегда. Хохоу там. Грек здесь, итальянец здесь. Забавно. Привет, огромные республики Коми. А ты что сейчас делал? Я привет передал. Я же привет передал. Ребята, а что вы бы хотели видеть вообще сами еще с Мистик Лайт? Мне просто интересно. Все любят Мистик Лайт. Все любят сиськи. Сиськи с Мистик Лайт? Да. То есть ты можешь синхронизировать свою девушку через МСА Мистик Лайт. На своем смартфоне. Да. Да, кстати, Мистик Лайт можно управлять на смартфоне. Блин, привычка стала дурацкая. Да, просто если кто не понимает, если кто не смотрел Мингариум, то как бы мы на первый стрим поставили, вырезали вот это вот вырезали вот это вот и поставили его на оповещение фолловер. Поэтому спустя весь стрим у нас как бы уже просто мозг заклинивает. Теперь мы постоянно говорим да 그래서 есть вот такой вот кристаллик. Ты его набиваешь и можешь использовать один producing Они просят говорить по-сексуальной. Багдан Маркетова-Гинякова? Да, мне нравится этот вариант. Кстати, кто не знает, в китайском языке есть такое слово как ныгра. И оно означает этот. Но когда вы работаете в тайваньской азиатской компании, которая говорит по-китайски, то есть у нас директора китайцы, инженеры китайцы. Для вас звучит как будто дуэль, это как будто версус. Стоят твой директор и другая директор, и такие ля-ля-ля, нига-нига, нига-нига. Прям хочет подойти и рэпчик с ними зачитать.